Как вот так можно было сделать, а, товарищи? Выцегонить одну машину. Светом угадали. Сейчас, сейчас. Это все та же старая добрая Джилли. С автомобилем нам подарили вот такой пакет. Пожалуйста, сделайте антикорп. Прям конкретно-конкретно. Обязательно. Да ладно. Она не едет. Стою на дороге в шины обуты. Готов пересесть с тайкана. Тословоды едят Джилли на завтрак. В общем-то, мы, конечно, чудо такого и не ожидали, но... Теперь она наша. В реальности все оказалось не так. Друзья, всем привет. С вами канал Tesla Cars Беларусь. И у нас большой, но маленький сюрприз. Вы видите Джилли геометрия C. Она уже несколько раз бывала на наших тест-драйвах и на длительном. Испытывали мы ее на запас хода. Усадили в ноль батарейку. В общем, было весело. И поэтому мы решили, а почему бы не пополнить наш парк электромобилей собственно, вот этим вот произведением китайского электромобильного искусства. И просто взяли и купили Джилли геометрия C. У нас все время на тест-драйвах была белая машина, которую мы брали у дилеров. А вот сейчас мы купили из того, что можно было, цвет. Ну, вообще нам сказали на дилерском центре, что это фиолетовый. Может быть, художники нас осудят и скажут, что вы что, ребята, это же мятно-небесно-синий-голубой на рассвете вот когда, или на закате неба, это вот такой цвет. Но у нас это просто фиолетовый. Давайте немножко расскажем об истории приобретения этого автомобиля. Изначально планировалось, что в Беларусь привезут чуть ли не тысячу Джилли геометри C, партию огромную, и всю ее распродадут. В итоге все это откладывалось, откладывалось, откладывалось. И в конце концов завод объявил, что первая партия будет 50 автомобилей на всю Беларусь. Мы напряглись, напрягли дилеров, напрягли все свои связи, и нам удалось, не скажу, что выцеганить, но попросить одну машину. Нам ее зарезервировали. Буквально вчера ее вот свеженькую, горяченькую привезли на автовозе из Пинска аж. Мы не решили ехать на летней резине из Пинска до Минска, чтобы сразу с места в карьер начать ренш-тест. Поэтому привезли на моем автовозе, зимнюю резину мы еще купим. Впереди нас ждет много испытаний с этим автомобилем. Ну, а пока, так сказать, распаковка, первое знакомство с Джилли геометри C, которую уже можно по праву называть своей. Ну что ж, досталась она нам за 34 800 долларов. Вместо долгомусируемой и в СМИ, и среди блогеров, журналистов, и автодилеров, суммы в 30 тысяч долларов. То есть, ожидалось, что топовая версия будет стоить 30 тысяч. Но, как это часто бывает, в реальности все оказалось не так. И машина стоит 34 800. Что мы получили за 34 800? Топовая версия. Других, кстати, не предлагается. То есть, сразу привезли с максимальной батареей 70 кВт-час, панорамной крышей, светодиодными адаптивными фарами, адаптивным же круиз-контролем системы удержания полосы движения. Конечно же, здесь европейский зарядный порт CCS Combo 2 уже сделали для нашего и для европейского рынка. Ну что, давайте проведем более близкое знакомство уже с полным осознанием того, что это наш автомобиль, и за него отдали кровные живые деньги. Поэтому те вещи, которые мы прощали тестовому автомобилю, этому мы можем уже не простить. Вот система без ключевого доступа срабатывает отлично. Подошел с ключами в кармане к автомобилю, выдвинулись ручки. Здесь они, можно сказать, такого полуглухого типа. То есть, сверху она закрыта, и открыть дверь можно только потянув, взяв ручку снизу. В принципе, удобно это делать как правой, так и левой рукой, в отличие от той же Tesla Model 3 или Y, где ручки не выдвигаются, нужно каким-то из пальцев там нажать, потянуть. Те, кто впервые подходят к Tesla, обычно используют две руки, потом уже мы их учим тому, что нужно правую дверь открывать правой рукой, а левую левой. Тогда все становится удобно. Здесь же можно хоть левой рукой, хоть правой, все удобно. Кстати, обращает сразу на себя внимание звук захлопывающейся двери, и он такой глухой и благородный, причем ощущается, что дверь очень тяжелая. Не за счет того, что петли туго ходят, а именно сама по себе тяжелая дверь. Да, то же самое и с задней. Никакого вам дешевого бздынь вы даже не услышите. Хотя сами по себе они звенят, судя по всему, там никакой ни шумки, ни какой-то виброизоляции на дверь с обратной стороны не наклеено. Может быть и не помешало бы. А вообще цвет нам нравится. Выглядит классно машина, гораздо интереснее, чем просто белая, на наш взгляд, во всяком случае. Так, давайте посмотрим, что входило в комплектацию автомобиля. Никакого чехла красивого для зарядки не предусмотрено. Ее просто вот так вот бросили скрученную в багажник. Это для зарядки от обычной сети 220. В общем-то мы, конечно, чудо такого и не ожидали, но да ладно. В подполье у нас есть знак аварийной остановки. Какой-то непонятный ремешок. И набор инструмента. Глянем, что там. Это не набор инструмента, это просто домкрат. Очень хорошо, что есть домкрат. Очень хорошо. Ну, есть, так сказать, ага. А там под полом, вот в этом органайзере, который очень неудобно доставать. Как вот так можно было сделать, а, товарищи? Я все-таки вытащу его. Я настойчивый. Вот здесь у нас запаска в виде таблеточки, докатки. Ну и, судя по всему, сабвуфер. Вот эта вот штука, да. Это даже сабвуфер, стереосистема. Вот, кстати, если выбросить докатку и выбросить сабвуфер, кто не любит басы, вот, получится такое вместительное, внушительное подполье. Потому что багажник, на самом деле, маловат. Откровенно, там около, чуть больше 300 литров. Сейчас, сейчас. Нет, ну нельзя было что-то поудобнее придумать. Какую-то систему. Так, я понял. Ладно, ну вот так сделаем. Вытащим вот эту вот полку багажника. Опа! Ну почему было не придумать какой-нибудь чехол с Алиэкспресса за 10 долларов? Какой 10 за доллар? За доллар чехол. Чтобы зарядочка лежала аккуратненько. И это за 34 800 долларов. Напоминаю. Электропривода задней двери-двери багажника нет. И не будет. Так, ну что, пойдемте смотреть салон. Да, машины приходят на летней резине. Но причем не какая-нибудь, а... Мишлен. Мишлен Примаси 4. Размерность 225-45, R18. Серьезные колеса. Хорошо хоть не 20-е. Дорого покупать. Так. Здесь у нас темная кожа. Искусственная, конечно же. Это фирменные классные коврики. Смотрите, вот с такой сотовой структурой. Они очень здорово впитывают воду. И она не растекается. Кресло с электрорегулировкой. Ну, в принципе, тут нам все знакомо. Так. По большому счету. Вот это маленькое овальненькое рулевое колесо. Очень классное. Панорамная крыша у нас. Сдвигается просто шторка. Сама крыша не открывается. То есть, это только как панорамное стекло такое. Так. Что нам в бардачок положили? Ничего не положили в бардачок. Еще раз обратим внимание, что очень хорошее качество сборки, подгонки всех деталей. Материалы заметно не самые дорогие. Но все это очень со вкусом так подобрано. Вот это выглядит практически как натуральный полированный алюминий. Хотя это наверняка пластик. Вот опять же, вот эти соты. Фирменные, можно сказать. Их рисунок прослеживается много в каких деталях интерьера. Что у нас еще тут есть интересного? Смотрите. Вместе с автомобилем нам подарили вот такой пакет. Что здесь есть? Руководство по мультимедийной системе. Отдельная книга. Краткое руководство. Для тех, кто не любит читать или не умеет. И такое расширенное руководство по эксплуатации. Геометри Си. Да, кстати, здесь еще есть проекционный дисплей. И даже написано, как пользоваться отделением для очков. Вы не поверите. Не каждый ведь догадается, что там можно хранить очки. Интересно, что не совпадает у нас вот картинка в руководстве по эксплуатации с непосредственно вот этим отделением для очков. Посмотрите, кнопки совершенно другие. О, кстати, камеры кругового обзора могут функционировать в режиме видеорегистратора. Как в Тесле. А, да, я забыл сказать, что нам забыли положить сервисную книгу. Пришлют ее по почте из Пинска. Ждем. Для того, чтобы делать там отметки АТО. Кстати, было бы интересно посмотреть как раз-таки регламенты технического обслуживания. Вот интересную информацию, кстати, нашел в руководстве по эксплуатации. При парковке на длительное время автомобиль поддерживает функцию интеллектуальной зарядки. Кстати, очень важная штука на самом деле. Это низковольтный аккумулятор свинцовый, который служит для запуска всей системы. При длительной парковке будет заряжаться от основной высоковольтной батареи. То есть автомобиль это предусматривает. Поэтому, если вы оставили на длительное хранение полностью заряженный автомобиль, то, не знаю там, на сколько этого хватит, на месяц, на два, на три, вы придете и спокойно заведете машину. Ну, условно заведете. Потому что низковольтный аккумулятор будет подзаряжаться от большой батареи. Очень-очень-очень полезная, кстати, функция. Так, ну и здесь нет никаких сведений о регламенте ТО пока. Скорее всего, они будут в сервисной книге. Мы обязательно об этом расскажем в ходе наших дальнейших тестов. Потому что пока, пока все не ясно. С какой периодичностью нужно заезжать. Но зато мы знаем, что масло в редукторе содержится 1,79 литра, тормозной жидкости 720 мл, хладагент системы кондиционирования 500 грамм, хладагент системы охлаждения приводного двигателя 7 литров и хладагент системы отопления 2 литра. Но я не вижу здесь охлаждения батареи, товарищи. Но, скорее всего, если 7 литров объем системы, вот хладагент системы охлаждения приводного двигателя, скорее всего, что сюда входит и охлаждение батареи. Потому что я не думаю, что на охлаждение вот такого маленького моторчика нужно 7 литров жидкости. Вот, с теоретической частью мы ознакомились. Я даже не знаю, что еще можно рассказать. Об этом автомобиле, в принципе, в ходе наших тест-драйвов мы уже рассказывали о том, как работают и адаптивный круиз, и система удержания полосы движения. Но, наверное, при случае мы еще раз это проверим, уже прям конкретно-конкретно. Опять же, в плохих условиях, когда дороги заметены снегом, насколько хорошо будет распознавать разметку, либо обочину электроника. Поэтому вот, добро пожаловать на наши длительные тесты уже нашей личной Джили Геометри Си. Думаю, будет интересно, поэтому не пропускайте наши сюжеты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы будем хорошо делать свою работу для вас. Привет! Ну что, готов пересесть с тайкана на чудо китайского автопрома? Мне надо посмотреть. На, смотри. Машину ты встречал, но не успел с ней познакомиться. Пойдем знакомиться. В принципе, мы уже много на этой машине ездили, и вроде как и знакомиться нет смысла, но есть одно существенное отличие, да? Теперь она наша. Да, и за нее уплачены деньги. Поэтому мы будем вести себя очень аккуратно, и может даже не разрядим ее в ноль, а с одним процентом. Да, но тем не менее, рейндж-тест мы обязательно еще устроим. Обязательно. Ну что, цвет... Светом угадали, цвет шагален. Да, нам предлагали или голубую, или вот, как он называется в автосалоне, фиолетовый. Ну, такой благородный фиолетовый, я бы сказал. Да, красивый цвет. Гораздо лучше, чем просто белый, на самом деле. Да, более выигрышная машинка смотрится в этом цвете. Определенно она мне уже немножко нравится. Позвольте мне уже присесть в наш новый автомобиль. В принципе, все то же самое, да, мы все это видели, тестировали. Но в черном цвете мне даже больше нравится. Соглашусь. Да и практичнее. Да. Такие машины покупают с практичными целями, экономить на топливе. Поэтому, я думаю, будет также покупателям приятно сэкономить и на химчистке. Это точно. Что ж, это все та же старая добрая джили. Впереди у нас еще рейндж-тест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поехали. А я вам расскажу, в чем прикол. Пока не пристегнешь ремень безопасности, она не едет. Поехали, дубль два. А у нас следующий этап подготовки джили геометрии ИСИ к полноценным тест-драйвам. Мы приехали на шиномонтаж, уже купили комплект зимних шин. Решили не пользоваться услугами дилера. Впереди у нас еще, возможно, антикор. Между прочим, дилер настоятельно рекомендует. И даже сегодня позвонили мне и сказали, ребята, пожалуйста, сделайте антикор. Потому что машина из Китая, никак не обработана. И с учетом того, чем посыпают дороги в Беларуси, лучше не пропускать этот важный этап сохранения автомобиля. Мы решили остановиться на европейской зимней резине. Довольно тихой, комфортной. Потому что вот сейчас мы проехали по асфальту, который усыпан песчаной крошкой. И оказалось, что колесные арки очень так здорово шумят. Поэтому добавлять к ним еще и шум шипованной резины нам как-то не очень хотелось. Нас показывает джили геометрия, что низкое давление в шине. И мы уже побежали к специалисту шиномонтажа говорить, что что-то не докачали вы, ребята. Но сказали они, что нужно проехать немножко, чтобы было несколько оборотов колеса. И тогда датчики уже считают правильное давление. Тословоды едят джили на завтрак. Ну что ж, шиномонтаж мы сделали. Зимние шины поставили. И так и хочется процитировать классика. Стою на дороге в шины обутые. В общем, нашу джили геометрия Си ждет множество испытаний впереди. И первый из них рейндж-тест при очень отрицательных температурах. Я надеюсь, нам повезет с этими самыми морозами. Поэтому смотрите наш канал, ставьте лайки. И мы будем делать еще много интересных тестов не только с этим автомобилем. Пока!